Итак, мое второе удилище. Оно более лайтовое, и такая вот дистанция, там 76 метров, я думаю, что с такой же кормушкой я ее не осилю. Тем более вот с этим вот берегом неприятным. Поэтому ставлю кормушку пулю. Точка хорошо прокормлена, хотя там если большое количество рыбы, то надо продолжать кормить. Ну, пару забросов. Вот, мотыль уже почти весь пробился через сито. Сверху остались плохие мотыли. Лишнюю воду так я убираю. И это все вытрясаю в корм. Вот теперь в корме у нас много мотыля. Пускай подгулявшего, но и не только. Так, насадочка. Более будет аккуратный заход заодно, может какого-то бонуса снимем. Вот такая красота у нас получилась. Можно так иногда обжимаю даже. Меньше пылило. Лучше летело. Ну и вперед. Хлесткий такой заброс. Щетка в клипсу. Натягиваем. Пульку можно немножко поддернуть из ила. Ну и смотрим разницу, что я почувствую, не почувствую. Может все будет так же. Может будет совсем по-другому. Может рыбка не будет клевать вдруг на яркую плетенку. Это вот часто очень задаваемый вопрос. А как вы ловите на яркую плетенку? Рыба не боится. Чтобы точно ответить на этот вопрос, это надо кучу подводного материала снять. И только он покажет, боится рыба ее или не боится. На одном из своих подводных видео я ловил на чистую плетенку. И вот она такая светлая, яркая идет на дном. Рыба может быть и не в состоянии понять. Но карп-то точно карпятники. Часто говорят про натянутые лески, что карп их избегает. Обычная рыба, там плотва, окунь, какая-то мелочевка. Наверное, она не способна это понять. А вот чем больше рыбка, тем, мне кажется, у нее больше интеллекта. И я думаю, что крупный лещ может задуматься. Может и боится ее. В то же время люди как-то ловят на чистую плетенку и отличные уловы показывают. И даже на грибном канале в Минске, где очень такая осторожная капризная рыбка тоже многие ловят этого леща умного на чистую плетенку. Тут в такой момент, что вот что-то доказать какое-то, это надо вот реально провести какие-то научные подводные съемки, тогда станет нам понятно пока что. Это все на словах. Ну, хорошие уловы на чистую плетенку все-таки доказывают то, что все нормально. А если все-таки вот поклевка вас смущает, если все же вас вот этот вот яркий отрезок смущает, то просто берете маркер, закрашиваете ее. А еще лучше шок-лидер поставьте. И тогда точно вам ничего не мешать не будет. Что-то очень мега аккуратное, просто так вот чуть-чуть пошевелило, может быть, перехлестнута оснастка, и рыбочувствую кормушку подсеку. На том удилище у меня квивер в три унции, если не в четыре даже, сейчас проверю. А в этом унция, и то стекло. Так, вымотал. Оснастка чуть-чуть была, перехлестнута, но в то же время не перехлестнута, мотыль сбит с крючка. Так, интересно, уже закрадываются сомнения. Повторяем. Хорошо. Пулька довольно быстро утонула. Второй заброс. Поклевки не последовало. Может быть, это совпадение, что рыбка немножко отскочила, поэтому на этом забросе попробую дать побольше мяска. Полчаса выкручиваешь оснастку. Сильно далеко. О! Смотрите, пустой крючок, и оснастка сильно перекручена. Вот она, наверху. Поклевки я не видел. Часто приходится слышать, у меня оснастка не путается вообще. Вот так вот быть не может. Про себя я могу сказать, что у меня оснастка путается всегда. И везде. Наоборот. Потому что не путаться она не может, блин. Хоть ты тресни. Это такая вещь, которая обязана путаться. Хоть несколько раз за рыбалку. Поэтому те, кто говорят, у меня не путается вообще. Я сразу. Все ясно. И вот, может быть, люди имеют в виду рыбалки под ногами, там 20 метров, или что-то наподобие того. Тогда да. Но когда вот 75, снимите мне видео 10 забросов подряд с плетенкой и с этой самой. И чтобы оно ни разу не запуталось такого, я в такое не верю. Так, значит, кормушка окно. В тот раз ими ловил, часто ими ловлю. Такая вот кругленькая. Хорошо очень летит. Полетит лучше, чем пуля. И больше в ней объем. Много мяса туда забил. Уже кормовой мотылик у меня туда на точку летит. На закорме я немножко его остатки с одной газеты дал. Вот вообще без всяких проблем. Залетела, очень быстро упала на дно. Сразу ее немножко протянем. Натягиваем. Даем еще один шанс этому удилищу. И видите, даже вот сравнивая те поклевки, вот сегодня все поклевки на этой удочке, ну, начальные еще раз, раз, раз. Хорошо заметно. А потом уже загибы. Вот почему нету загибов на плетенке? Пускай запутанная оснастка. Раз, раз попробуй, а потом, ну, тяни ее, загибай. Почему не загибает? Нету поклевки. Третий заброс. Оснастка, насадка не тронута, оснастка в хорошем состоянии. Боюсь, что рыбка может отпрыгнуть. Перестал кормить. Сбил, как бы, серию. Когда клюет, нужно продолжать делать все так же, как и делал. Еще один забросик. Чуть-чуть сразу поправляем. Вот поклевка. Вот, 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 все хорошо. Вот, 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 вот. Есть. Только. Только я уже начал сомневаться. Все хорошо. Ну, тогда продолжаем. Половим еще на это удилище. Может, даже кормушку поставим такую же. Снимем с того удилища. Флагмановскую деску. Покидаем. На плетенке медленней с рыбой будешь бороться. Слышишь эти все толчки? Все в руку. Все очень такое резкое. И дольше с рыбой возишься. На леске. На чистой леске вообще лещи вынимаются. Вот так вот, как на резинке. С шоком тоже как-то быстрее с ними. О, прям удары. Намного отчетливее. Удовольствия от вываживания здесь больше. В то же время и контроль рыбки может быть выше. Потому что слышишь все все ее намерения. Но здесь ты здесь уже растяжение лески тебе не поможет загладить ее какие-то рыбки. Хорошо все. Немножко мои сомнения угасли. Вовремя. Братиш, ты клюнул вовремя. Все хорошо. Что, скушал глубоко? Нечего мучить рыбку. Откусываем. Съел так съел. Мне крючков не жалко. Меняем кормушку. Спасибо окну. Ставим дюзку. Может что-то не так с нашими кормушками. То маленькая пуля, то окно. Поэтому железная дюзка. Сейчас ее проверим в работе. Боюсь, что будет тяжело мне немножко добросить, но высоко туда, вверх. Хорошо. Последний момент в клипсу. А так. Надо обязательно сейчас взять это второе удилище, вернее первое, и проверить. Если закину и сразу последует поклевка, то вот какие-то выводы можно будет сделать. А если не последует, то значит вот рыбка. Ах, как я сильно подсек. Но в то же время рыбку не почувствовал на подсечке. Деп-деп и резкий загиб. То есть надо было уже подсекать. Отлично. Вот то, что надо. Поклевка в лед. Но почему-то я не всек. Такая вот оснастка. Такое ощущение, что целое все вернулось. Очень странно. Костик своего четвертого. А у меня штук штук семь, наверное. Крупного, говорит, поймал. Вот сейчас более уверенно в клипсу. Протягиваем. Как-то даже мне немножко сложнее натягивать вот эту плетенку, чем то удилище. Может быть, из-за того, что четырехжилочка. Скорее всего. Ох. По нам, что ли, стреляют. Достали, блин. Вторую неделю подряд стрелять. Сколько это бабок уже простреляли, блин. Как ты чиновим? Так. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Пора перекусить. Сегодня у нас на обед. Очень скромный обед у нас сегодня. Пачка творога и киви. Спорт пит. Худеем. К сезону надо приводить себя в порядок. И живот немножко убирать. Просто так творог есть, это надо быть мега спортсменом. Я так не могу, хотя бывает. С вареньем творог есть смысла нет. А вот с киви более-менее. Киви один из самых полезных фруктов. Иди спать. Завидуй молча. Вот как надо правильно киви есть. Как яблоко. На. Нравится? Это киви. Иди здесь поймай какую-нибудь. Костян, позови его. Я что заглохну. Он меня глушит. Вот. О, хорошо. Пошел загиб. Очень длинная поклевка. Беду-то, наверное, ждал. Все хорошо. Я уже думал, что моя стая переместилась к Костику. Но нет, видно. Разбрелась эта стая или несколько стай. В принципе, на плетенку можно так же вот выматывать и не обращать внимания на рывки рыбы. Но пришлось ждать так прилично. Опа. Так, 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 так. На тебе по морде. На. А рыбу не ест? А рыбу не ест. Фрукты ест, а рыбу не ест. Гурман. Добавлю пучок опарыша живого в корм. Три штучки я делал на крючок с мотылем. Поплотнее забью вместе с кастером. Ух, там уже ветер. И это у меня жесткий недоброс. Прикольно так. Зиех ее. А вот сороковочка пуля объемная под руку попалась. Повторяем. Хорошо. Вот хуже как-то немножко с поклевками обстоят дела на плетенке чистой. То ли вот на леске был увереннее клев. Сейчас обязательно надо попробовать еще на леску перейти. То ли все-таки что-то какое-то отличие есть. Больше боится рыбка этой снасти. Часто мы этого не можем замечать как бы во время заброса. Кормушка летит и поводок за ней вокруг основной лески один-два оборота делает. И падает на дно уже эта оснастка в перехлестном состоянии. Если рыбка там потянет бывает это все вытянет и оснастка возвращается к нам в нормальном положении. Бывает, что застрянет оно на кормушке. Многим кажется что на вымотке где-то там оснастка переплетается вокруг кормушки. Что я не представляю как это может быть силой сопротивления и все чтобы поводок перегнал кормушку. Только если по поверхности где-то прыгает резко остановить. На вымотке точно не может быть никаких перехлестов. Это все на забросе происходит. И порой мы этих много вот захлестов таких перехлестнулся. Когда поводок за основную леску мы это просто не замечаем. А под водой я вот видел тоже в нескольких своих сериях что опа а там захлестик. Что мне кажется и происходит вот сейчас с моей оснасткой. Какая-то пук аккуратная поклевка и дальше без продолжения. И это уже не первый раз. Да вот тут я вижу вот она у меня оп и распуталась. И оснастка у меня вся пожевана. Не оснастка а насадка. был захлест. Меняем удилище. Ну что проверяем. Сейчас попробуем с леской туда зайти. это удилище помощнее заброс более хлесткий делаю увереннее с ним. Очень прикольная ароматика у прикормки. Вот сидишь и весь день нюхаешь. Обычно рецепторы каким-то запахом забиваются и все и ты его больше не слышишь. Но вот это зараза воняет весь день. И вот даже по холодной воде отлично работает такая концентрированная ароматика. Вот он загибчик есть. Красиво. Опа Ох хорошо идет. Ого толчки более мягко передается на плетенки с шоком. Класс. Сильная рыба вот эта. Здесь вообще не хочет идти. Такого же размера но вот просто злой. Сильные. Опа все одинаковые. Все одногодки. В каком-то из годов был хороший нерест. Опачки. Пятьсо леточка. Два парыша белый красный и пучок мотыля. Мне уже страшно здесь сидеть. Там просто деревья трещат. Сыпется на голову еловая как дождь прямо из еловых иголок на голову. Иногда ветки падают. В городе где-то остановки наверное срывают этот ветер. на сегодня было штормовое предупреждение. вчера вечером у нас такой мини ураганчик был в городе. У меня во дворе дерево сломало. И у нас все так же продолжается. В принципе клев хороший. Костя дал нарезку и вообще у него серия такая. Меня начал догонять. Я тоже всего кормового мотыля добавил в корм. И сейчас один из экспериментов который сегодня хотел провести. И даже два будет эксперимента. Это новая насадка для наших широт. личинка чего там она мучная мучной мухи что-то такое. Знаю что в России эта насадка хорошо работает по платве. Ну и вот у нас она с недавних пор появилась продажа и заинтересовала меня. Сначала пробую опарыш сегодня отлично работает. Она больше похожа на ручейника личинку. и немножко так на опарыш пробуем сначала две штуки их вместе с мотылем. А потом может быть без мотыля попробуем. Хотя на чистого опарыша я не пробовал. Будет ликливать. Получилась очень красивая штука. И с этого заброса попробуем метеор. Уже второй заброс. В принципе дистанция дальняя 75 метров. я и дюзкой докидываю и этой и закормочной и пули. На этом удилище мне без проблем. На Гранд Хэми 13 все туда улетает. Для пули я думаю это будет не проблема. Но так попробуем метеора. Вроде бы про них еще не видел обзоров. Удобно так трамбуется пальцем корм. Сейчас покажу поближе. на выставке мне их любезно так предоставили на тест. Значит вот наш кормушечка большие отверстия корм хорошо должен выходить быстро. Классно летит. Моя мега насадка вот эти вот личинки. Ну очень похожи на ручейника я думаю будет результат на них. Хотя они немножко тверденькие посмотрим. Не думаю что рыба испугается. Туда вверх. Вообще без вопросов. какая-то бутылка там плавает. С такой пулей надо выходить на расстояние в сотку метров. Ну или очень вот такие условия если мы сегодня сидели не спрятавшись от этого ветра то тогда бы эта пуля точно пригодилась. Костя говорит у него такие же поклевки. Сначала индикация и потом через некоторое время продолжение. По-другому себя рыбка начала вести. Более настороженно. с утра были красивые загибы вот как сейчас есть первая рыба на этого майского жука не побоялся этой мучной мухи подлещик ах красиво он долгие растянутые поклевки хорошая рыбка мощная вот он мучной этот червячок вот тут ползают у меня эти мухи в отрубях вот выберем пожирнее что-то вот такое есть чуть побольше чуть поменьше сверху такой панцирь кажется тверденький хотя животик мягкий держаться на крючке она будет очень классно и вот так у меня получилось вот такая красота ее чулочкой мы делаем это лякни тут закинул сейчас поймаем очередного красавца вот аккуратно очень мне вот интересно вот что там происходит в данный момент смакует он как он смакует на натянутом поводке как-то вот вот эти вот моменты я мечтаю просто мечтаю заснять под водой увидеть что там происходит как как это может длиться минуту вот он уже висит там что ли или просто лазит с поводком офигеть лучшие поклевки да сегодня четкая раздача просто мы с костяном сегодня не побоялись прогноза погодой может быть наоборот уехали из города чтоб не пострадать там и здесь кайфуем просто о что они вытворяют а двойное удовольствие таких красавцев тягать с дальничка это просто песня когда его долго тянешь чем объемнее кормушку ставишь тем быстрее поклевка вот это я заметил ловил на пулю совсем слабенько костя начал оттягивать рыбку у нас там метров 20 расстояние между нашими точками может быть чуть-чуть больше чуть-чуть меньше ставишь нормальную закормочную дюзу и все в порядке ох какой он вот какие-то из них пацаны очень резвые какие-то не такие резвые сейчас я вам покажу ну и вот смело он кушает этих червячков чаще сегодня за нижнюю губу рыбка сечется я все еще слежу за кивертипом отсюда свысока высоко сижу далеко гляжу ну это наверное уже крайним будет заброс на сегодня последний на сегодня немножко появились облака уже такие даже темные ветер все сильнее и сильнее клев у меня все так же очень хороший стабильный дорезал был какой-то такой микро провальчики особенно после ловли на какие-то маленькие кормушки ставишь нормальную кормушку даешь побольше мяска хотя и без мяса вот с утра и без мяса отлично клевал ну там чуть-чуть мяса совсем по щепотке большого мотыля опарыша я так и не подрезал сегодня чуть-чуть даже две щепотки кинул то есть рыбка попали мы сегодня на отличный клев рыбка очень активно очень классно сейчас немножечко поспокойней последние поклевки вот эти вот бум один удар вернее не так а вот так один тычок и там через 15 секунд второй тычок и там через 15 секунд еще один еще один и потом только загиб вот я взял попробовал высечь после первого такого тычка я подсекаю ничего нету только вот здесь вот я почувствовал рыбу то есть через 3 метра мне кажется вот этот вот тычок это уже рыба сидит на крючке ну подводя итоги как бы что интересного за сегодня у меня произошло испробовал новую насадку она рабочая она реально даже вот в чистом виде у меня было это самое не увидел поклевки пустой крючок рыбка ее кушает не знаю как точно называется личинка не мясной мухи а личинка мучной мухи или мучного жука наверное те которые заводятся в муке и могут причинить на кухне немало хлопот вот именно они сейчас у нас появились продажи в Гродной не знаю как в других городах Беларуси спрашиваете должно быть по удочкам моим сравнение лески и плетенки все хорошо как бы и так и сяк но мне больше нравится ловить леской и попробовав половить на плетенку поймав на нее рыбу я все-таки больше не хотелось ее брать в руку с леской у меня лучше сегодня ну потому что может быть потому что удилище более мощное сегодня 70 этих 6,5 метров мне проще 3,9 забрасывать все-таки у меня может быть лично у меня меньше путается когда жесткая скрутка из лески когда оснастка связана на леске буквально 3 раза сегодня 3 было захлеста из 30 забросов наверное даже 30 с чем-то забросов ну 10% наверное меньше чуть-чуть менее 10% путается здесь было 5 или 6 забросов и 3 раза запуталось здесь побольше процент запутываний несравнимо что отводит жесткий отвод из лески сама леска толще жестче и здесь такой отвод скрутка то есть эта снасть изначально она более грубая и лучше ну ей суждено меньше путаться чем здесь плетенки мягкий шнур и затем кусок резинки который болтается тут оно логично что оно должно больше путаться в общем тут как бы кто что выбирает кому на что удобнее ловить но нюансы есть нюансы есть что еще интересного пачка корма еще не закончилась еще можно часа два наверное ловить в том же темпе то есть хватает пачки корма на весь день и довольно плотными кормушками ловлю чем больше кормушка чем больше корма даешь на точку тем и лучше сегодня вот у Костика что-то он меньше плюхи у него такие большие плюхи были чуть меньше не стали то есть поменял наверное кормушку и чуть похуже у него стало сейчас у него серия закончилась та хорошая чувствуется что немножко рыбка то к нему то ко мне бывало вот и вместе ловили но есть такой немножко момент конкуренции ну и давайте посмотрим что нам удалось поймать сегодня посмотрим на наш улов сфотографируемся красиво с ним и отпустим наверное да 1 2 3 4 5 около 20 штук наверное может быть чуть меньше ну вот такая красота около 20 подлещиков получился улов если как обычно убрать камеру сидеть заточиться в них два раза больше легко можно сделать не хотелось бы конечно чтобы сюда понаехало народа и наших подлещиков всех повылавливали особенно резиночники у нас здесь вот единственная проблема остается если так все эти уже вряд ли тут кто-то ставит то вот резиночники те которые по 10 крючков и там не вынимая их все лето то вот бедным подлещикам лещам от них достается и вот эту проблему надо как-то решать ну еще пару фотографий и бегу отпускать рыбку она нас сегодня очень классно порадовала все всем пока до свидания увидимся вскоре субтитры